Я не буду тебя снимать, не буду. Красавицу мою. Это я у Женьки дома. Вид с балкона. Ой, как клёво вообще. Знаешь, люди мне пишут, Инна, мы так скучаем по вашему балкону. Это как сходило в прошлый раз? Насчет этих тряпок-то. Ну, не Amway какая-то, другая шляпа была. Greenway. Greenway, да. Как ты сходила на счет? Ну, типа без вложения. То есть можно подписаться, но с паспортом. Тебе предложили сотрудничество? С паспортом, ага. Да, вы все задумаете деньги зарабатывать. Вот, кто сказала, она машин по России не ездит. Уже я говорю, за Amway тоже ездили. Удай, пожалуйста, все равно. Убери кружку, чтобы он меня пропунулось. Вот так вот. А Элар-то все еще ездит? Верят. Верят, но... Что продукция... У них там, кстати, БАДы есть. Не только тряпки. Не можешь вытянуть тряпку для стекла. Ай, не могу! Тряпку для стекла и тряпку для стекла. Клево, да, когда Лоджия? Вообще охуенно просто. Очень хорошо, когда Лоджия. Тряпка... Все без покупок не ушла, да? Без покупок не ушла. Чини, БАДы. Все японское. Японское? Да. Как? Гринвейд? Гринвейд. Япония. Гринвейд. Япония. Да. Вот тебе и Япония. Вот у Женьки у тебя тоже все такое для кайфушек создано на балконе. Диванчик. Потрясающий вид из окна. Очень даже. Очень даже. Мне фотография лет, наверное, 10 назад и здесь уливчик стою на балконе. На телефон сделанная. Тоже заебал просто. Просто нет сил. В субботу приезжай. У тебя Ладка днем спит? Да. Вот. Мы ее можем уторпать, спать. Я думаю, что у нас... Я думаю, что у нас с тобой получится шашлыки пожарить. Может так. Ну что? Там мясо немерено в холодильнике. Замариновать даже можно ничего не покупать. А мариновать? Мариновать в чем? Ну, в чем-нибудь. Можно просто посолить и пожарить. Очень вкусно будет. Если мясо хорошее. С свинишком само-то. Лишь бы вот дождя не было. Чтобы можно было пить на улице, ягодки поесть. Я женька вчера ебашила во дворе. Я чистила двор. Я же с Карибой гуляю. Ты жена живешь в частном секторе. В частном секторе. Ты чего меня всяко позоришь? В частном секторе. Я скорее вышла гулять. Петухи поют. Очень хорошо. Очень даже замечательно. А что, где у них маленькая собачка? А сама Ру уехала на поезде. Машина. Хомяка оставили на меня. Хомяка оставили на меня. Ты его там пылесосишь? Еще пока нет. Он маленький, наш какой симпатичный. Джунгарский. Зовут Степан. Ты приходи за улицами, так тебе Настя их принесет. Вот смотри, дождь. Мамочка. Если народа не будет, почитают на них. Очень-очень легкие в уходе. Ты же бы не умер. Чужие руки. Да ничего, я не умру. Я вот это не люблю. Не любишь, да? Чужие руки. Что у тебя херовые руки? Кто-то мальчик, девочка. Я не знаю. Разнополый лярдополый. Так они величиную с ладошку эти улицы. Ладошки у всех разные. Ну, Настя таких же размеров, как и ты. Настя чуть живехонька. Малехонька, худехонька. Наверное. С ладошку. Ты что показываешь? Да. Нет. Я тебе серьезно говорю. Вот на целую ладошку. Ладу должно заинтересовать. Очень даже должно. Потому что ходила в банк, в Заберванг. Сняла деньги, чтобы положить на МТСовскую карту. На кредитную. С этого. С работы взяла зонт. Выхожу из банка. Я понимаю, что я его оставила на подоконнике. Я посмотрела на него. Я вижу, что это не мой зонт. Охуя его брать, да? Вернулась. Мне только дождь вернул в сознание. Думаю, да как я же зонтом была. Возвращаюсь, он там лежит на подоконнике. А вы там вчера в Путин-Видере посыпали. Как называют? ОМОНовцы? ОМОНовцы? Нет. Не ОМОНовцы. А во. А во. А во. А что там было? Ну, украли. Что? Светик. Да ты что? На сколько денег? Все. Блески для губ, туши. Не знаю. Какой-то, замечаешь, дом-то? Там то нападение на Сбербанк, блядь. Ну, и я вчера туда захожу, у меня сертификаты подарочные. Угу. Вот. И вот они со мной заходят. Девки, воришки? Воришки уже стоят там, внутри в магазине. Украли, видимо, и выбросили у соседнего магазина. Видимо, их на улице продавцы, консультанты поймали. Видимо, за ними побежали, потому что я... И как еще привела к ней в магазин? Говорит, вот эта девочка, типа, куртки у них, типа, это были все, причиндалы-то, все наборованное. Куртки было. И это, как сказать, выбросили на крыльце. А не маленькие девки? Ну, по 13 лет где-то так. По 13 лет? Ну, все, пиздец сейчас им. Родителям сейчас пиздец. Я думаю. Их поставят в детскую... 13-13 лет. В детскую комнату милиции их поставят. Вот эта подготовка, обрывается, 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 обрывается. Стоят без эмоций вообще. Без страха, без всего, что-то между собой переглядывается. Без эмоций? Похочет между собой, улыбается, стоят. Может, не впервой? Может, не впервой, наверное. Скорее всего, не впервой. А может быть, специально это сделали, чтобы привлечь внимание? Ну, как бы у подростков. Они хорошо дети? Нет. Нет? Нет. Нет. Так долго они там стояли, кого-то ждали. А ты что купила? А ты что купила? Ты купила? Да. Я уже продукты выбрала, да. Что купила? На кассе еще продукты были, что-то так долго стоят. Но они стоят, что-то... Ты себе что купила? Я купила порошок. Био-мио. Био. Хозяйственная женщина на подарочный сертификат. Блядь, девки подарили на день рождения подарочный сертификат. Женя купила порошок. Ебать. Пену для ванны Джонсонс Бэби. Лапки, да? От макушки до пяточек. Как ты хорошо сказала. От макушки до хозяйственных было. Магуральных 72%. Лика, ты прикалываешься? Нет, реально? Реально, да. Чего у нас нету, я только купила. Чего у вас нет, да. Ну, ну, что еще? Все? Чего нету, что-то еще купила. Для себя что-то для радости купила? Для себя ничего. Вот для себя купила. Хозяйственное мыло, два куска. Порошок. Порошок. Это, видно, меня? Да. Био-мио. Ха-ха-ха-ха. Блядь, мне надо пиздавать на работу. Мой обед-то не безграничный. А-а-а. Блядь, это уроды. Еще давайте мне. Нарушение авторских прав давайте. Из этой музыки. Это же надо же такую музыку слушать. А, это же вообще. Это жесть просто. Вечер кто-то проезжает и слушает детскую музыку. Детскую? Да. От улыбки станет всем светлей. Да. Та-да-та-да. Радуга. Радуга. Проснется. Женька, вот это ты ты хорошо поешь. И проезжаю. Приезжай с микрофоном ко мне, который вот у Лады. Зарядить. Мы можем зарядить-то и у нас, как бы дома. Приезжай с микрофона. Я послышала, что маме говорю. А ты когда приешь? Она говорит, только 13-го. Я говорю, слушай. А она в каком-то время? В дружбе. А твоя мама когда приедет? Я не знаю. Не знаю. Раньше середина и три лет. Середина месяца, да? Да. Это четвертый этаж. Это четвертый этаж, детка. Женька, ты такая рукодельница. Так вкусно было. Женька накормила спагетти. С чем это было? С мясом. В томатном соусе. Это фарш был, да? Фарш. Фарш. Очень вкусно было. Очень вкусно. Очень вкусно. Так, короче, я завтра мясо достану. Вечером. Оно разморозится. И мы его по-любому с тобой сможем замариновать. По-любому. А ты что умеешь жарить? Я не знаю. Жень, на решетке. Там что он? А, к тебе-то туда в дом приезжать. В дом? Я думаю, в лес что ли нас помидел. Да ты что? В дом я ум... Ага. Я уже забыла. Нет, в дом. В частном секторе. В частном секторе живешь. В каждом слове издевка. Женя, ты такая богатущая. Сколько у тебя вот обуви? Сколько у тебя, блядь, там коробок? Да нисколько. Ну-ка, убери свои, я покажу. Бля. Это вот куркуль, а? Вот куркуль. Зебру доставали новую. Зебра. Так это и Латкина, и твои? Это Ладина, да. Это все Ладина? Да. Выросла из которой. Ну вот большая коробка Найка, это твои кроссовки, да? А ты не хочешь это все как-то реализовать? Продать. Ой, такие, такая милота. А мы не хотим продать это кому-то? Хотим. Хотим, да? Такие маленькие ботики милые. Натуралка. Натуралка. Так ты, блядь, и не возьмешь ней натуралку-то. Женя, нам еще надо пиздавать на работу. Ой. Пойду. Что делать? Видишь, я иду. Это 390, наверное, вышли. 390 рублей? Да. А как они могут так дешево стоить? Или это нормальная цена? Это... Апродажа была. Закрывался детский магазин. Зебра. Прекрасные. На. Положи так, чтобы они не за это... Закроют коробочку. Блядь, все, попиздовала я, Женька. Буду идти и плакать. Сегодня начальника нет? Анархия. Это, Жень, что такое? Ну, не забирай. Щетка для тела. Так она же... Она же, блядь, убойная щетка для тела. По отзывам все писали заебанное. Угу. По отзывам заебанное. Ну, понятно. Так она же... Саж... Это... Да, я поняла. Она же сдерет. Да. А ты пробовала ей? Нет. Я даже не сказала. А зачем ты купила, Жень? Ну, так я покупала в Симоленде заказывала. Я ж не видала. Так она же ростом с тебя. Блядь. Сука. А слушай, мне кажется, нужно забрать. Меня мама любит такие закусы. Женя, маме отдай в баню. Своей. Вот и лежит. Своей матери отдай. Вот и лежит. Все. Я выхожу. Ой, блин. Я поняла, в каком-то Женя магазине покупала. Ты что? Ты что? Ты куда меня хотела? Хорошо, я не буду. Это такая красивая, Женя? Угу. Очень хороша. Очень даже. Ну, это я застегнусь. Таких, как ты, еще повидать надо. Давай подержу. Все, я уже. Иди, иди. Ветровка такая пустая. Да, опять это вот. Что? Опять газ собираются проверять. Не каждый ли день у вас проверяют его? Вообще. У вас каждый месяц объявление висит. А ты что, не прочитала? Нет. Он прям висит на дверях. О. А я пришла и целенаправлено к домофону. Я шла-то с той стороны. Как-то... Пойдем, позваль. Пойдем. Дум... Блядь, ну зачем этот дождь? Я вообще в шоке просто. Просто нескончаемо. Ладно, хоть тепло. Ладно, хоть тепло, Женька, да. Мы тут вот, когда во вторник сладо и бежали, да ниточки промокли. Ладно, хоть тепло. Мы замерзли. Мокрые. Ладно, хоть тепло, да. А ты, кстати, на обратном пути, как сандалис дашь, иди, заходи ко мне на работу. Настя, познакомишься с Настей, и она тебе улиток. Насчет улиток все расскажет. Зайди ко мне, поняла? Да. Тем более соседнее крыльцо. Да. Блядь, какая грязь. Пойдем, Женя, там вот. Пойдем, 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 пойдем. Женька, там не вынырнуть. Там все равно придется по газону идти. Зимой там было, весной было хорошо проходить. Блядь, ну и грязь. Это жесть. Я не знаю, это жесть какую-то. Как мне сейчас заходить с такими грязными ногами? Все, Женька, давай, я тебя жду. Приходи. Давай, покажи. Тебе уже посылки привезли. Блядь, Настя, как грязно. Я прошла вот возле красного-белого, там такая грязь.